Встреча с депутатом 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 есть бюджет поселения и попытаться его как-то более эффективно использовать. Но ты его видел, этот бюджет поселения? Да, его печатают в газете каждый год. И сколько бюджет поселения? Я не понимаю, что это такое, поэтому я хочу разобраться. Последнюю цифру, которую я видел, 3,8 миллиона рублей. На год? На год. В принципе, это не так же и мало, не так много, не так много. Я не знаю, сколько это, мало это или много. Когда начинаешь прикидывать в голове, куда же деньги ушли. Вроде кажется, что это такая сумма, что странно, почему на нее так мало сделано. С другой стороны, наверное, когда у тебя строил ферму, я тоже думал, что надо меньше, а оказалось, надо больше. Поэтому, на самом деле, единственный способ, который я понял, здесь нужно испытать, это проверить на себе. Поэтому, единственное... Депутатскую зарплату уже себе какую-то начислил? А ее нету. Нету? Эти депутаты не получают никакой зарплаты. То есть это... По крайней мере, я не слышал об этом. Если она будет, ну, наверное, это будет мне такой приятный бонус. То есть... Ну, нет, нет, зарплаты нету. То есть здесь это, ну, общественная работа, грубо говоря. Эти депутаты, это общественная работа, да. Чистая вода, общественная работа. Никакой зарплаты. Общественная работа, украсть здесь ничего нельзя, по крайней мере, что тут украдешь. То есть здесь коррупцию здесь никакой навести нельзя. То есть это чистой воды, вот такая вот общественная нагрузка, работа, чтобы что-то попытаться навать. То есть тебе мало работы здесь? Я... Нет, мне хватает, но я понял, что если я здесь живу, то мне много чего хочется. Вот. А это надо делать как-то. Все равно же я буду этим заниматься. А я думаю, что в статусе депутата мне получится лучше. Допустим, там, про ту же самую дорогу или еще про что-то. В статусе депутата, наверное, я думаю, что будет получаться лучше. Я в иллюзиях не нахожусь. Я не думаю, что сейчас я тут все налажу за один день, да, или там за эти четыре года. Но я буду пытаться. А там посмотрим. Может быть, что-то и получится. В принципе, я могу сказать так, что вот дорога, по которой мы ехали сюда, вот там дальше, Щебенка, да, там Щебенка появилась в прошлом году. До этого всю жизнь там была грязюка. И Щебенку сюда провели, потому что, в том числе, потому что здесь наша ферма. Потому что когда были выделены деньги на дороге здесь, то администрация думала, куда бы их вложить. И вот у нас здесь есть три точки развития, я бы сказал так. И в принципе... Ты уже говоришь, как депутат, я тебе скажу. По всем, да. По всем точкам они пытаются что-то сделать. Ну вот фермеру одному здесь, он помилее, чем меня, он тоже пытается заниматься коровами. Вот, ему там дорогу подправили. Не без проблем, конечно, вот, но подправили. Значит, мне вот здесь сюда провели, да, ну и не только мне, это жителям деревенскую улицу. Ну естественно, да. Но так как я по ней ездил, я в свое время говорил, говорю, ребят, если есть возможность, давайте сделаем сюда. Потому что мы ферму строим, уже это как бы неизбежность, и поэтому дорога как бы хотелось бы. Ну, повезло, значит, эти суммы бросили сюда, на нашу, вот. Поэтому, в принципе, вот, если пытаться что-то делать, то оно получается. И я, как бы, присутствие на совещаниях, в том числе у губернатора, неоднократно слышал такую вещь, что, ребята, вы, есть программы, программы должны писаться под программой, какие-то подаваться документы в Калугу, и тогда будут выделяться какие-то деньги дополнительные, что-то делать дополнительно. Если депутаты ничего не пишут, и не читают, и не знают про эти программы, то, естественно, ничего не подается, и никто ничего не выделяет, и об этом никто ничего не знает. И живите здесь как хотите. Поэтому я поставил себе цель, что вот как-то в эти программы пытаться влазить, и как-то пытаться что-то еще выбить. То есть получить дополнительный какой-то некий бюджет здесь на обустройство. Некий бюджет, оптимально использовать тот, который есть. Вот. То есть посмотреть, как все это работает. У меня нет цели борьбы ни с населением местным, или как-то защитить себя, да, депутатом стал, ага, сейчас-то теперь, типа, ну. Ну, помощник, депутат, непрекосновенность, там, когда-то все, это, конечно, это ерунда здесь полная. Вот никакой цели, никакой там защиты нету. А, значит, зарплаты нету. И единственная цель, вот попытаться как-то это поселение, ну, на какой-то уровень поднять повыше. Вот. Депутатство, наверное, это позволит. А как получится, не знаю, через год расскажу. Но это будет отлично, кстати, да. Да, да, то есть тут же как, депутаты на самом деле не такая простая вещь здесь. Как я выяснил, на сегодняшний день депутаты принимают местный бюджет. Депутаты слушают отчет местной администрации нашего поселения, как она его выполнена. Но если депутатам все до фонаря, то, конечно, тут уже как идет самотек. А если депутаты что-то хотят, чтобы здесь что-то происходило, ну, наверное, наверное, будет получше. Посмотрим, посмотрим. Вот. Ну, будет видно. А сколько человек у тебя с тобой вместе конкурировало на выборах? Значит, у нас было 11 претендентов и 10 мест. Один из претендентов, то есть кого-то прокатили. Да, одного отчислили. Значит, получается, конкуренции не было фактически. Но мне приятно то, что, ну, я вот не знаю, сегодня надо заехать узнать, здесь у нас три участка было. По двум участкам, если суммировать показатели, то я занял первое место. Вот. За меня было 190 голосов. Третий участок, я не знаю, сколько там еще было. Наверное, я и там, наверное, и последний занял. Поэтому приятно, конечно, что люди проголосовали. Вот. Это добавляет некого оптимизма. Хотя, так уже было интересно, уже даже на выборах. Там вот, вот, пришел кандидат, мне уже сразу же вопрос, а когда это сделать, а когда то, а когда все? То есть, уже предъявы пошли. Да, да, уже, конечно же, приявы, вот, но, ну, ну, будем смотреть, как, как, что будет. Потому что, я говорю, иллюзий-то никаких нету. Вообще, я считаю, что все должно двигаться от экономики. Какая здесь экономика есть, так здесь должно жить и поселение. Если здесь все бьют баклуши, да, то это один разговор, и никто не работает, вот. А если же здесь работает предприятие, платится налоги, тогда должен быть совсем другой разговор. В принципе, у нас сейчас тут начинает налаживаться, потому что, если я сейчас запущу, да, сейчас-то меня толку немного в плане налогов, но все-таки, когда мы выйдем на мощность, то какие-то довольно-таки уже серьезные деньги будут. То есть, если я в сравнении с этими тремя, там, с половиной миллионами рублей бюджета, то есть, какие-то деньги уже будут, ну, какие-то сопоставимые, я надеюсь, вот. Потому что ухода от налогов желания у меня нет никакого, потому что я вообще считаю, что они нормальные. Потому что, когда я узнаю налоги, какие-то в Европе, я понимаю, что у нас еще цветочки. Поэтому, значит, есть еще у нас тут соседнее серьезное предприятие, которое покруче меня раз вот так в пять, а то и в десять. То есть, соответственно, вот, если будет развиваться здесь бизнес, то, значит, я считаю, что должно развиваться и поселение, и вот эти бюджеты. А разве остается от местного бизнеса какие-то, вот, в местный бюджет какие-то налоги? Потому что это тоже очень интересный вопрос, куда это все уходит. У нас, не знаю, к сожалению или к счастью, у нас же централизованная система такая. У нас все уходит сначала в Москву, потом из Москвы что-то возвращается. Ну вот, я буду разбираться, чего уходит, чего возвращается, какой смысл вообще, есть ли смысл вообще работать. Вот. И будем разбираться, смотреть. Вот. Так что, вот, депутатство, оно вот, вот для этого, чтобы понять, как это все устроено, как это все работает, как это работает, и справедливо ли, допустим, нападки на власть, что там, ах, как все ужасно, да? Потому что я, в принципе, ну, не знаю, надо смотреть. Я не знаю, как, потому что я говорю, я могу, я вот как, когда я был в США, и мне не понравилось там вначале, мне сказали так, что, Володя, ты не переживай, США очень разная страна, очень. Когда я проехал там 10 тысяч километров, оказалось так и есть, очень разная страна. Я вот могу сказать то же самое про Россию. Россия на сегодняшний день очень разная страна. Не, но сейчас, правда, мне совсем она разная, потому что сейчас я там не был полтора месяца в Москве, я уже приезжаю, как деревенский житель, для меня, как будто я попадаю вообще в другую страну, Москву. Другая страна, реально другая страна, это вообще, так раньше я не ощущал этого. Раньше я, это ощущение у меня такое было, когда я из Москвы ехал в Европу, допустим, я приезжал, о, совсем другая страна. А сейчас я приезжаю из древней Москвы, ощущаю, что это другая страна. То есть, она очень разная, поэтому в плане там власти можно сказать, что с одной стороны там что-то воруют, да, миллиардами там, да, ну и нам об этом телевизор постоянно рассказывает, я искренне не понимаю, зачем нам рассказывать про Сердюкова, потом всех отпустить, или про Скрынника, потом всех отпустить, я не понимаю, зачем это делать. Вот. А с другой стороны, я смотрю на ту же самую Калужскую область, губернаторы, как они работают, и как у них проходят совещания, и как все это делается, и я удивляюсь, я думаю, какая-то, это несостыкнуемые вещи какие-то, это совершенно две разные планеты, то есть, то же самое помощь, ну вот, ну вот конкретный пример, да, вот стоит, вот это все без, конечно, поддержки государства, этого бы не было, вот, никто бы меня так не поддержал, хотя меня еще много кто поддерживает, тоже бы без них не было, тут все в совокупности, но все равно господдержка оказалась очень такая весомая, вот, поэтому тоже как бы кричать о том, что все плохо, я не могу, вот, потому что на самом деле получается так, что совершенно легко можно найти, как и плохие вещи, так же и очень хорошие, ну да, смотря как, смотря что и ты ищешь, то же самое на моей ферме, мы сейчас можем пройтись и посмотреть, как все круто, да, как все красиво и хорошо, я просто все время на себя перекладываю, вот это все, а с другой стороны, мы без проблем сейчас пройдемся и посмотрим, как ужасно, косяки, тут плохо и там ужасно, сейчас к ферме мы вернемся, мне тогда хочется пожелать тебе какого-то депутатского счастья, я не знаю как, то есть вникнуть и разобраться в эту всю проблему, потому что, ну, наверное, действительно тебе интересно, наверное, я только единственное не понимаю, где ты возьмешь время на это все, потому что, ну, это, как мне кажется, это такая чудовищная работа, и ее столько много должно быть, чтобы пытаться в этом всем разобраться, а не плыть где-то по течению, там, в этой системе, поэтому, мне кажется, это... по моему мнению, до сегодняшнего дня не делалось вообще ничего, по тем, если мы начнем делать хоть что-то, ну, ну, будет, наверное, лучше. Готов будешь через год поговорить на эту тему? Конечно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!